Все поддержали, на комиссии мы рассмотрели. Ни о какой-то конъекте там и не было речи. Сегодня мы должны сделать две вещи. Мы должны снять анализы, которые будут до очистных, ну, локальных очистных, и после. Сделаем это по десяти компонентам. Сегодня говорят, что надо еще два компонента увеличить. Мне это тоже непонятно. Почему? Или мы двигаемся, или не двигаемся. Надо, значит, два дополнительных компонента. Давайте это и сделаем. Я только за. Но вопрос-то мы упускаем. Мы все равно говорим, что сейчас пойдет соответствующие какие-то оперативные события. Потом кому будем подъявлять? Себе же претензии. Здесь активность должна быть с трех даже сторон. Обзорный орган, исполнитель и правительство. Как контролирующие. Еще больше. Ну и общественные организации. Конец недели, час. Лучше этого. Огентство. Проход. У меня 17 числа линологи здесь проводили исследование. И что там какая-то вода прямо в Байкал. Ну, не совсем чистая, скажем так. Мы же можем дойти. Мы можем пройти и отдельно посмотреть. Давайте посмотрим. Информация пока нет такой. Вы мне вот сейчас просто расскажите. Некоторые говорят, общественные организации, налоги утилизации. Мы говорим о том, чтобы мы знаем, что угроза есть. Угроза схода сели и попадания в озеро Байкал. Вот это и нашла мою воды есть. Мы должны понизить. И запустить этот процесс так, чтобы риски были минимальны. Так. О каком проекте речь идет? Я просто хотел. Игорь Иванович, начнем с того, что для того, чтобы нам решить все-таки, будем ли мы сбрасывать эти воды или нет, нам необходимо произвести исследование. Все необходимые исследования это нашла мою воды. Так. В настоящий момент таких у нас в полном объеме исследований не имеется. Такая работа в настоящий момент проводится. Так. Вот, поэтому природоохранная прокуратура полагает, что в настоящий момент до получения всех необходимых исследований, да, если речь о том, что производить сброс точных, вот, нашла мою вода, да, пока придет вредно. Так, где вас есть? Ну, расскажите, что у нас. Получается, у нас же муниципальный контракт. Так? Нет, контракт он заключен между Гилицией, это наше подразделение, и МУП, ГОС. Города Паркальска, да. Ну, он как контракт все равно исполнитель кто? ГОС, ГОС. Да. Абсолютно верно. То есть, изначально, когда мы прорабатывали техническую сторону, был получен ряд показателей, по которым мы должны передавать нам муниципальные вот эти очистные сооружения. По этим показателям после локальной очистной остановки провели обследование, испытания, результаты получили. Был показатель БАШ, по которому они проходили, доработали. Эти данные были переданы в прокуратуру. Прокуратура, соответственно, с лимнологическим институтом доработала. Сказали, что им еще необходимо будет. Развернутую картину провели дополнительные обследования, передали. Сейчас спросят еще по некоторым компонентам, которые посленно могут воздействовать на срубку системы, например, Байкала. Мое мнение, что сегодня это вопрос нужно разделить на две части. Это понижение уровня надшламовых вод, это то, что сегодня реально может влиять на размыв защитных дам, которые сегодня составляют гидротехнические сооружения. И дальше понижение уровня вообще воды. То есть сейчас во втором пункте речь не идет, нам нужно понизить уровень надшламовых вод. Это, по сути, дождевые воды, которые легко сегодня напрямую попадают в озеро Байкала. Мы же сегодня не можем остановить, касать выпадения осадков. Вот и все. И когда мы начинаем задавать вопросы друг другу, здесь очень складывается такая нелицеприятная картина. Потому что вы абсолютно правильно сказали, что у нас есть общая задача, которую мы должны решить, если мы реально хотим защищать систему озера Байкала. Вот так все. Хорошо, коллеги. Заключение есть в слайде? Есть. В слайде подает лабораторное обследование. Мы, соответственно, передали в шкаф-паратуру. На обследование есть, да. Есть несколько. У вас сейчас под слайде какие еще? Вот, смотрите, то есть есть, согласно пояснению лимнолога, необходимо установить концентрацию хлороорганических соединений. В настоящий момент природоохранной прокуратурой указана необходимостью проведения исследований на хлороорганические соединения для того, чтобы мы еще институт химии привлекаем. Все верно. Все верно. Институт химии. Сколько нужно времени? Здесь есть, да, можно сразу. Да, пожалуйста, сразу объясните. Если мы сегодня передадим вам анализы, а мы когда можем получить результат? Вы знаете, дело это не быстрое. Я не знаю, порядка полутора дней. Слушайте, а что нужно для того, чтобы это сделать быстро? Нам 10 дней даже это уже в зоне риска красной. Ну, я понимаю, но здесь, так скажем, вот конкретно методика, которой сейчас нужно воспользоваться, да, она, во-первых, четко не определена, и у нас в институте не организовано. Поэтому нам нужно ее реализовать. Если нужно это сделать, то там, то teil нет. Который, кактовал Orlando Beltr editing. Оп Знать shooters. Костача. В это время уже не pagана.